Окей. Мы начинаем наше теперь уже ставшее очередное занятие по книге Блот-Муэд, которую я приблизительно перевел всему свое время. Приблизительный перевод, в общем, это на тему праздников или МО-1, то, что называется, на Вите. Мы разбираем статью, посвященную Хануке. Значит, у нас пока что мы разбираем как бы по отдельным параграфам большую статью, которая посвящена заголовке, если я не ошибаюсь, а именно Киуна, в смысле первосвященства. То есть Хануку, праздник первосвященства и исправление опасностей, заложенных в нем. Окей. Ну и как бы практически все, чем мы занимались в сегодняшний момент, это все было на тему как бы приведения доказательств такой большой модели о наличии Киуны, первосвященства и ее представителя отдельных, то есть Куаним или Куэна Гадоля, такой-то Хуны свойства распространения, выхода наружу, то, что, на зрите, называется и пошли. Правильно, Андрей, как бы, но это более-менее то, чем мы занимались. Окей. Ну, хорошо, и были всякие разные примеры, очень интересно, поэтому мы продолжаем дальше. Вот у нас до этого была статья «Митья в нем», а теперь «Митья в нем» – это в смысле те, которые, значит, так или иначе завинствовали мистический образ жизни и переходили на сторону греков в конфликте, который был идеологический, а потом перерос просто военный конфликт между иудеями, евреями и как бы греками, а «Митья в нем», которые даже были не посередине, которые взяли как бы греческую сторону. Окей. Ну, хорошо, те, кто хотят, это я для записи говорю, те, кто будут слушать, те, кто хотят ознакомиться, пожалуйста, пойдите на канал YouTube, который называется «Elimod.org», и, соответственно, найдите там плейлист, который так и называется «Занятие по Хануке», по книге «Белот Майд». Окей, все, это было небольшое предисловие, и теперь мы начинаем дальше. Ну, хорошо, сделаем так, я как бы начинаю, а потом ты продолжаешь, Сабаба, нормально? Да, у нас такая некоторая традиция. Значит, только погромче сделаешь, как я тебя услышу. Значит, можно перебивать, пожалуйста, спрашивать все, что угодно, если вопрос будет выходить за рамки нашего разговора или все. Ну, мы как бы люди не очень деликатные, мы вполне как бы это дело поставим на место, поэтому все, у кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте и не стесняйтесь. Ну и, соответственно, можно тоже в чате писать, тоже будет озвучено. Итак, я иду как бы курсором, он вам должен быть виден правильно, чтобы те, кто как бы знает и видит, или это интересно, чтобы следили за переводом. Итак, заголовок. «Вейдликун и рот бэхас рот код шефа». Это у всех как бы на слуху. Это маленький кусочек из вставки «Аля Ниссим», который читают в хуниукальную неделю в молитве Шмунайсера и Беркат Мазон. Я не ошибся, так оно и есть. Называется «Аля Ниссим за чудеса». Читаем дальше. «Бэберкат, аля Ниссим». Благословение за чудеса. «Аля Ниссим». Сказано. В Неймар, да, мы читаем на иврите. «Вейдликун и рот бэхас рот код шефа». И зажгли свечи бэхас рот код шефа. В дворах святости твоей». Как бы дословный перевод. Вопрос. «Бэкицат». «Бэкицат» – это немножко архаическое задание, но со знаком вопроса. Есть простой вопрос. То, что говорят израильтяне. «Лама» – это почему? «Эх» – это как? А «Бэкицат» как бы объединяет эти три вещи. Это и «лама» и «эх». В общем, он распространен, но не так, как два вот этих обычных, которые я сказал. Итак, читаем дальше. Вот нам «Нахама» присоединился. Я вижу, тоже замечательно. «Аре-эй аменура бэмикдаш». «Нимцет бифним». Ответ на вопрос, каким образом? Значит, задается вопрос. Ведь «менура» – семисвечник. В храме находится внутри «Бэтоха и халь». Внутри «эхаля». То есть внутри «эхаля» современный, вы видите, дворец. Правильно, надо сказать, чтобы как бы развлечать имение, известное по советской жизни или вообще по жизни просто. Вот «эхаль-тарбуд», там, не знаю, «дворец спорта» тоже вполне в Израиле называется «эхаль-тарбуд», «эхаль-чего хочешь». Но тут все-таки «эхаль» имеется в виду как бы храм, понятное дело. Но вопрос такой, что «менурат» находится внутри, а как же тогда «бэхацрот». А «хацрот» – это явно то, что снаружи. «Лама» – «а кавана бэхацрот бэтиха». И какой смысл вот тому, что сказано, какая кавана, какая идея в том, что сказано «бэхацрот бэтиха» во дворе твоего дома. А «раф Исраэль-Ареэль». «Рош Махуан Амигдаш». Есть такой известный в Израиле «Махуан Амигдаш» – институт храма, который занимается все, что связано с храмом, утварью. У них там представлены келим, инструментарий, утварь, которая была в храме. Так что они как бы поэтому специалисты. А вот этот человек, «раф Исраэль-Ареэль», он в главе этого «Махуан Амигдаш» – институт храма. «Мываэр шамнам лефи Аллаха эйнэтер леоцээта менура минайхаль». Мутраф Исраэль-Ареэль, он поясняет, что действительно, по Галахе, евейскому рульгиозному закону, эйнэтер – нет разрешения, леоцээта менура минайхаль, нет разрешения выносить менару из их халя, с храма. «Рака куаним, муршим, нэйтанэ слэшам». Только священники куаним. Очень священники. Давайте говорить слово куаним, потому что, наверное, слово «священники» по-русски звучит как-то диковато, если это пересчитывать на иудаизм. Ну и как бы все уже привыкли к этому слову, которое у нас все время повторяется. Давайте будем говорить куаним. И куэнгадор – это значит как бы первосвященник. А именно только куаним им было разрешено заходить вовнутрь храма, имеется в виду. Но, несмотря на это, рамбам говорит, что если выносят свечи, которые должны находиться сверху миноры, то есть не будем углубляться в устройство миноры, как бы идея такая, что сверху этих чашечек там есть сами нырот, свечки. Вот эти вот свечки, они, значит, выносятся. Наверное, такая идея. Гамише эйно куэн яхой леадли кам. То в этой ситуации даже тот, кто не куэн, он может их зажигать. Вот это мем на конце. Это их. Леадли кам. В одно слово зажигать. В ахарках махнисиму там пнима, а после этого заносят их внутрь. Оманихиму там альгабе менура. И устанавливают их альгабе менура. Опять на менуру. И так говорит альгабе менура. В соответствии с этим и тахэн, шебизман, ши тиару, это михдаш. В соответствии с этим очень может быть, что в то время, когда не освящали, очищали храм, речь идет от освящения. По-русски есть такое ужасное слово. Я не думаю, что слово стоит его употреблять. Очищение от скверны, что-то такое. В всяком случае, это очищение от ритуальной нечистоты. Когда в деле маковея и вошли в храм, надо было привести его в порядок. И вот эта процедура, это теур. Это рацу лехабет миспаранашим хашувием. Так вот, тогда, тогда, я говорю в скопах. По-видимому, из-за политических интересов, из-за общей важности хотели уважить несколько важных людей, чем беадлокат народ с сжиганием свечей. Кэгон Рашэй Цава, как, например, военных начальников Шииштатфуб и Милхама, которые участвовали в войне. В войне маковеев. Ашэр ла йо Куаним, на которые, в этом, не были Куанимы. То есть, понятно, что если они Куанимы, внутри нельзя было заходить. Тогда сделали такой, то, что называется, кунц, трюк. Вот, могли вытащить свечи наружу, баха Цэр. И вот эти вот люди, которые не были Куанимы, которых хотели дать соответствующую, как бы, Мухабеду там, оказать почтение. Да, оказать почтение, да. Правильно, не чествовать именно, а оказать почтение. Да, и, соответственно, могли сделать такую процедуру. Кэхэлэк мяасимха адтиксид шэль тэрэ, шэль тэрэ тамикдаш. Как часть некоторой праздничной церемонии, да, тэксид, тэкэс это церемония, связанная с очищением храма. Изминого там, адликата народ баха Цэр. Могли пригласить их зажигать свечи бэха Цэр. То есть не в сам храм, а в двор храма. Ешь на паршанутах хэрэ, но есть и другой комментарий. Лэфи айта тэурак дула бэха Цэд, соответственно, с которой было сильное освящение в дворе, было кэшэлэ мэнората мигдаш, без связи с храмовые мэноры. Это, наверное, отбивает идею о том, почему вообще мы с чего начали, да? Вот наверху здесь написано бэйдлику нэрот баха Цэр. Хотя здесь написано бэха Цэр. Не знаю, но, видимо, связано с тем, что там был сильный свет. Этот свет, наверное, зажигали как раз вот эти важные люди. Ну, прочтем дальше. Эк мобэ симхат Тора. Это похоже на то, что происходит во время праздника симхат Тора. Шаю мэдлики марбэ нэрот баха Цэр амигдаш. Вот, видимо, есть такое правило обыча. Я, например, нас так не встречал. Ну, наверное, если раб говорит, то, наверное, такое действительно существует. Зажигают много свечей. А, Шаю мэдлики, мы не знаем. Ну, хорошо. Он говорит, бэсимхат Тора. Да. Я такого не встречал. У нас электрическое освещение. У нас электрическое освещение. У нас нет проблем. А у них, чтобы было светло, это было светло. Наверное, да. Они зажигали много свечек, чтобы было светло. Да, наверное, так. Идет речь о чуде-фануке вообще и о менури, а идет речь о том, что устроили большой праздник просто. Осветили весь двор. Наверное, да. Да, так вот, это делали. Аю мэдлики, марбэ, нэрод бэхацэр мигдаш. Гамбэ ханука. И такая же ситуация по этому происходила и в хануку. Что и может быть описано вот в этом выражении, которое мы разбираем. Идлику, нэрод бэхацэр мигдаш. Опять повторяю, это цитата из вставки, которая называется «Олень и сим». Зажгли свечи в дворах твоего храма. Бэхацэр ткадшэха, да. Твои святыни. Бэдумэлэ адлокатэ нэрод шэр хаббат ооо. Ну, это уже все знают. Люди, которые здесь присутствуют, наверняка, как бы им этой истории известно. Как это похоже на зажигание. Адлокат нэрод шэр хаббат, зажигание нэрод хаббата. Бэйя мэйн, бэхацэр таир. Как хаббат зажигает свечи при въезде в городе. Действительно, при въезде во многих городах, если не во всех городах Израиля, во время хануки, первое, с чем ты сталкиваешься, когда въезжаешь в город, в том числе, включая наш замечательный город Малая-Тумим, стоит огромная ханукия хаббатская, которая зажигает. По-моему, там электричество. Ну, все. На Красной почве японцы зажигают. На Красной почве японцы зажигают. Окей. На глазах всей публики. То есть, публика въезжает, им тут же говорят. Помните, вообще говоря. Нас еще объезжает машина, и не нас, по всему Израилю ездят машины хаббатские. На них эти ханукия горит. То есть, все, не дай бог, не забыли. Шу фан ру им, ше шиньян, ше аор, и фро цахуца. И Раф опять возвращается к этому рефрену, который он все время повторяет, приводя дополнительные примеры, примеры, примеры. А именно, шу фан ру им, ше шиньян, ше аор, и фро цахуца. И мы опять видим, что действительно есть иньян, то есть, есть вот такие вот события, которые подчеркивают то, что аор, свет, и фро ц, он выходит наружу. В данном случае, речь шла и о том, что это из храма в ха ц, во двор. Ну, вот вроде так. У кого-то по этому кусочку есть вопросы, соображения, хаббат, что-то такое, нет? То есть, кроме хаббата, никто не зажигает на улице городов Ханукиос, да, в городах? Ну, смотри, в Израиле, это все нормальное как бы явление, в зависимости от, может быть, как бы облика города, это больше или меньше. Когда ты идешь по улицам, то ты видишь во всех окнах больше. Во всех, во всех статистиках, она отличается. Если ты идешь в галидиозных районах, Рамот, Хаббат, Эхаббат, Мяшарин, там, я не знаю, еще Ромеема, все религиозные районы, понимаешь, там просто в каждом окне, в каждом окне есть это самое. Если идешь в Малый Адумин, то часто... я тебя поправлю, Натан, у них не в окне, они все ставят снаружи, как полагается. В окне это ставят только те, которые высоко живут. Обычно люди стараются поставить перед входом в дом, как это изначально... это именно в таких религиозных районах, как Мяшарин, если ты проходишь там внутри паучка, около каждой двери там полном Хунакийод стоит. И у нас, в собственном деревне тоже просто не у окна ставят, а во дворе стоит дверь. А там, в принципе, все верно, конечно. Да? Окей. Мне кажется, есть общий вопрос такой, что... Ну, не только, по-моему, Хаббат ставит Хунакийод, но вообще то, что он говорит, зажгли во дворе свечи, подобные, как в Симхатарах, это типа иллюминация что-то такое. И у нас, на самом деле, на все праздники тоже есть всякая праздничная иллюминация. На столбах там какие-то картинки вешают, ну, такие из... Есть вопрос такой, что в празднике, не только в Хануху, но и в другие праздники, свет вырывается наружу. В Хануху он как-то особенно вырывается, да, потому что, во-первых, есть Аллаха именно снаружи дома ставить вот этот светильник. Во-вторых, да, вот эта строчка, что зажгли светильники во дворах с двух двоих, на которые я раньше не обращал внимания, оказывается, в ней есть такой глубочайший смысл, да? Да. Светы наружу. Да. Ну, это одно из толкований. Во-вторых, толкование, это они просто дали возможность зажечь еще снаружи. Есть еще какие-то объяснения, что там ханукеи не было, они зажигали просто на копьях как бы эти светильники во дворе. Ну, то есть, разные варианты есть. То есть, это все объяснения такие чисто физические, в прямом смысле очень много света? Все объяснения разные. Одни считают, что идет речь все-таки о зажигании минора, но только там ее зажигают снаружи, чтобы как бы... это тоже как бы символизирует по-видимому, то, что свет наружу выходит, потом выносится в нору. А есть объяснения, которые говорят, что без связи с минорой просто зашлили еще много света наружу. Вообще интересно, мне пришло сейчас в голову, но это как бы наверное, как бы более-менее очевидно, когда знаешь, вот через такие тексты думать, я думаю, как бы все согласятся, что по прямому смыслу всех народов мира, начиная вот Авдельна, да, вот знаменитые фразы там знание и силы, свет, туда-сюда. Свет – это что-то очень положительное. Я уж не говорю, там фейерверки и во всех странах... Неучение свет, неучение тьма, конечно. То есть это вот свет, который распространяется, и свет – это что-то такое, вы ее орб, и будет свет. То есть это что-то, что-то, что связано явно с жизнью, с улучшением жизни, что-то, что связано с явно позитивом человеческой жизни. Поэтому, наверное, не зря тоже, не знаю, как это напрямую с Хамилкой связано, но не зря, наверное, действительно все как бы праздники человечества, везде, те же самые фейерверки и все, они все связаны как бы с дополнительным освещением, со светом и пятой и десятой. в Москве лампочки там зажигали, пятой и десятой на площаде, ну и так дальше. То есть как бы отголоски имеются, факт только, что освещают, освещают и освящают, но как бы заимствование сто процентов. Окей. Ну хорошо. Не заимствование. Нет. Никто ни у кого не заимствует. Они отражают одну общую идею, которая как бы идет еще, как ты сам сказал, от перешитов, да, что свет, это хорошо. И это ощущает, как все. Потому что это не заимствование. Большевики, опять, я извиняюсь, что меня тянется на большевиков, но большевики как бы были разрушители религии, религию для народа. Если оно опиум для народа, а что ты тогда заимствование берешь? А что ты говоришь вообще? Я не думаю, что заимствование, это все равно, как сказать, есть общие какие-то вещи и для большевиков, и для религий, хотя они как бы пытаются все разрушить, но тем не менее у них не все получается. Семью там они хотели разрушить, но потом понимаешь, что это ценно. Человек, друг, товарищ и брат. Это они заимствовали или не заимствовали? Это не заимствовали. Коли Сраиль Хаверим. Но это еще раз показывает, что среди большевиков, к сожалению, было очень много евреев. Наверняка они... Это правда. Но я думаю, помимо этого, Натан, помимо этого, есть некоторые общие, скажем так, имманентные божественности, сложные в человека. Это с собой был такими торжественными словами. То есть каждый человек и какие-то общие вещи для него, неважно, генетические или по воспитанию, так или иначе, они всеобщие для всего человечества. То есть позитивные ощущения от света, там, например. Но это как бы нормально. Это в генетике, может быть, это может быть и в культуре или где угодно, но оно общее для всех. Есть много различий в культуре, но какие-то базовые вещи, они остаются. Да? Ну, как бы большевикам тоже человеческое было нечего. Окей. Ну, хорошо. Советство продолжать не будем. Кто читает дальше? Мы как бы по очереди, правильно? Да, у нас есть три постоянных, но сегодня как бы все в сборе. Да, ваш покорный слуга, вот это я, Абдыхан и Иман, тоже как с ивритом, все нормально. Вот, есть Андрей, есть Нахама. Если кто-то хочет читать на иврите, пожалуйста, говорите, нет проблем. И Андрей Нахама. Брошайте, бросайте жгели. Я готов. Хорошо, Андрей готов. Хорошо, Нахама готовится к следующему. Седор? Благо, я сегодня могу, у меня неожиданно отменился кеврут, а в обычной клеши я не могу. Окей, Седор Гамур. я... Да, ты немножко вниз перевернул. Да, я сейчас сделаю это, и тогда ты сможешь тоже, по-моему, это делать дальше. Почему? Вот Акуаним, вот это вот, да, вот сейчас мы сейчас здесь. Акуаним, акуаним, Ты пропускочил, ты пропускочил. Это новая глава. А, да, 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 слегка, 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 слегка. Да, 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 вот правильно. Аарабы, афромно. Окей. Да, и сделай, пожалуйста, чуть покрупнее. А, окей, обязательно. Да ты можешь сам. Ну, не важно, я сделал, сделал, да, все хорошо. Одинся секунды, я тогда должна уменьшить, потому что я уже вылечусь. Ну, Андрей, читай, мы как бы, это, бониткадем. Да, когда я читаю, последнее свечение. Согласно Аллахе, масло и фитили, которые, как бы, не кошерные, на шаббат, кошерные для свечей хануки. В шаббат только определенный вид масла и определенный вид фитиля разрешен. Да, то есть, имеется в виду, насколько я понимаю, если в шаббат зажигают не свечи восковые, а масляные. Вот там более трудоватка. есть глава в Мишне, Бемам Агликин. Я даже читаю вечером в субботу в некоторых общинах. Некоторые читают там каббалистический текст в этом месте. Бемам Агликин, Бемам Агликин. Чем зажигать, чем не зажигать. А, вот как будет дальше, Рав будет сейчас объяснять. Есть всякие вонючие масла, есть бензин, там есть керосин. Сейчас Рав будет объяснять. Сейчас Рав будет объяснять. Хорошо. Наши времена, это особо не актуально, но тогда это было, видимо, важно. То есть Аллаха по поводу какое масло и какой фитиль более строгое на шаббат и менее строгое на ханаку. Так, читаю дальше. А критерийон, Гу Шиашемен Ямашех Бен Акель Лемала Ве Афтилан Тедлок Яфе. Критерий такой, что масло должно легко тянуться вверх, а фитиль должен гореть красиво. И это по причине опасения того, что субботняя свеча может погаснуть. Однако в ханаку разрешено использовать любое масло и любое фитиль. Айкар Ши Медлики Мэтха Нерод Нерод Ша Амурим Ледлок Ха Ци Ша А Ши Гу Зман Кацар Ва Им Ихбу Ихбу Главное, что... Айкар Ши Медлики Мэтха Нерод Главное – зажечь свечи. Свечи должны гореть полчаса. Это довольно короткое время. А если погаснут, то погаснут. Да, то есть, насколько я понял, разный принцип. В шаббат они должны гореть как можно дольше. А в ханаку главное – зажечь. Минимум полчаса. Если погаснут, то погаснут. Поэтому нет такой тщательной критериев выбора масла и петелей. Более того, да. Сейчас начнем следующий параграф. Там как бы еще более подчеркнули. Дальше, да. Иными словами, это заповедь зажигать гаснущую свечу, да? Как-то так. Ну, да. Да, да. А, свечу, которая может погаснуть, да. Даже такой трепетит про свечу, я думаю, что такой трепетит еще свечу, которая до потух нету погаснет. То есть, она вполне может как бы погаснуть. Ненадежную какую-то свечу, да? Да, да. То есть, в этом суть. И это свечение, которое постепенно исчезает. Поскольку мы стоим на пороге входа в глубины тьмы Галута. Да, правильно, молодец. То есть, сто процентов. Так. Из которого теперь мы вышли. Да. Зеатарин вот только сейчас лучше. Типа этого. Да. А, из которого только сейчас мы вышли. Смысл был в том, чтобы Хеара Куанит, что вот это коинское свечение успело укрепить дух народа, как-то так, что ли? Да, да, так. Да, правильно, сто процентов. Успело укрепить дух народа до прихода Геулы. Да. До прихода избавления. Эйтан – это есть такое имя, Эйтан. Эйтан – это надежный, устойчивый Эйтан. Эйтан – это тот, который выдерживает давление, которое на него оказывается. А для Камат Меденат Исраэля. Да, до прихода избавления, до основания государства Израиля. Зе Эдгар Лопашут. Это задача непростая. Вызов непростой. Шебереш – это Уцма Шеля Кегуна, которая требует силы священства. Уцма даже – это больше, чем силы. Уцма – это Уцма Танефиш. Уцма – это мощь. А, мощь, вот. Уцма – это мощь, да. Уцма – это мощь, правильно. И отсюда, кстати, Ацмаут, наверное, похожий тогда. Нет, там наоборот. Ну, да, но я понимаю, ну, не важно. Окей, ну, Уцма – это мощь, да. Уцма – это мощь, это силы, это мощь. Уцма Танефиш. В итоге непонятно осталось. Да, если все выходят в голод, народ выходит в голод, ужасный, темный, который будет продолжаться 2000 лет, почему нужно зажигать именно такие хилые свечи? Они не хилые, они сильные, но у них есть намек на том, что они могут погаснуть. Это удовольствие. Да, я тоже так говорил. Это символика как бы, не то что символика, но это образы голута, когда свеча может, не дай бог, потухнуть совсем. То есть свет, который светит в голод, он такой, еле мерцающий, вот-вот погаснет. Ну, да, вот, да, наверное, так, да. Все-таки последнее предложение тогда непонятно, да? Оно действительно неочевидно. То есть, как бы, это ангивалентно, как это. С одной стороны, это такой свет, который должен нас укрепить. В нем есть сила этих священства, кухенства, которое может дать нам поддержаться с этим светом, но, с другой стороны, мы все время осознаем, что он может взять и потухнуть. Да, да. Но я думаю, что эта хронукальная свеча, чисто визуально, вот сейчас я подумал, образно, это очень, как бы, ну, иллюстрирует ту идею, как бы, Рава. В храме, как я себе представляю, да, Менура, это что-то было дико торжественное, освещающее и так дальше. И даже то, что дальше нам говорили, что в Хацере во дворе зажигали. То есть, это как бы, ну, иллюминация, грубо говоря. Когда ты идешь по ночной улице, и это ночная улица типа Галупи, ты видишь где-то там, то здесь, то там. Маленькие, действительно, они просто трепечат все время. Горят, масло, если хорошее, они горят нормально. Еще их закрывают такой стеклянной штукой, чтобы их ветер не задушить. Но ощущение, что это, действительно, что-то очень трепетное, которое вполне может погаснуть. Окей. Ну, он как бы их противопоставляет шабатним свечам. Да. Да. Которые зажигают. В шабате, в субботе нет такой идеи. На самом деле, конечно, там главная идея при зажигании шабатных свечей, чтобы она не подалась, чтобы человек не захотел ее поправить. Ну, да. Это с точки зрения практики глухи. А на самом деле, результат такой, что собаки и свечи, они такие устойчивые, они такие яркие. Они горят, начиная с бережи, ну, в шести дней творения, и так будет гореть всю историю. Вот. А ханука – это такое, как будто, промежуточное положение. Положение, с одной стороны, галута, что мы должны осознавать, что он галут, а с другой стороны, что мы должны за этот свет держаться, потому что, как бы, дождаться избавления. Хотите, чтобы я прошла? Да. Ламалу. Вопрос. Вопрос читать на иврите, или можно сразу переводить? Смотрите, мы можем еще раз спросить достопочтенную публику. Как-то изначально вроде проголосовали, и было такое решение на основе тогдашнего опроса общественного мнения, чтобы все-таки правильно читать небольшие, как бы, кусочки и переводить. Если народ считает, что это неправильно, значит, пожалуйста, скажите нам. Не, не, я просто, я вижу, что вы это делаете, как бы, последовательно, поэтому я исправлю. Да, мы систематичные ребята, мы делаем все. Да, да, ну, хорошо. Просто меня здесь не было в последний раз. Учу, скрою. Атанюша, Мадуа и Хлитуа, Атанюша, Мадуа и Хлитуа. Теперь мы задаем вопрос, почему Когене решили взять на себя восцарствовать, взять на себя царство. Прости, я пропустил, либо ты сказал заголовок? Не сказал. А, слегка. Когене защищают защитники устной тары. Как это называть? Когене, Магене, Тора, Шибагене. Эляма им ладцу левнов, то есть царствовать, потому что действительно мы знаем, что Макавеи, они, это вроде как бы две, это я от себя говорю, да? Можно. Что противоречащие функции, это должно быть разделено, священство, Когенство и царство. Это разные, разные разделения. Афродат ушлёт. Натан, как это разделение? Разделение, разделение властей, типа власти, как это по-русски говоря? Власти, да. Разные власти, уровни власти. Главный принцип демократии – это разделение, ну, продолжайте дальше, как это говорится на одном дыхании, разделение законодательной и исполнительных властей. Не только, не только. Ну, да, да, но в принципе в иудаизме пять различных властей, и все они даже разделятся. Это пророк, Коген, царь, суд, что-то я забыла, но неважно, всего пять. А почему же они решили взять на себя функции царя? Ахарей Коганим, эннам, бну имля млюха, ле политика. Ведь священники Когенны, они не устроены не рождены, как бы, по своей генетике, не знаю, для царства и для политики. Хэм анши, анашим к душим, цедиким, ши адам, гу, аудат, амикдаш. Они по своей природе люди, святые, праведники, цель которых – служение в храме. Бехоль зод хэм, их литолимно. И они, несмотря на это, решили царство. И вообще, в соответствии с законом, с холохой, разве им разрешено царствовать? Зе махлукет бен рамбан ларамбан. И это разногласия между майманидом и нахманином. Майманид рамбан эно миднагед леках ши адамиду мэлех мин акуани. В иллю рамбан то энт ши хэм авгу аль ло ису шеве ми гуда. А майманид считал, но не возражал против того, с точки зрения глухи, он считал, что это не запрещено, против того, что можно поставить царя из священников куэма. Но, с другой стороны, ахманин утверждал, что они нарушили заповедь, в которой говорится в книге Берешит Мэм Тед благословение Якова своим сыновьям, то не отойдет скипетр от ягуды. То есть это означает, что всегда будет царствовать в Израиле потомок колена ягуды. Вэулан эллу вээллу дэвээллу кимхай мы знаем, когда есть разногласия. Это я от себя доверила. И то и другое слова Бога живые или живо. Это два варианта перевода, но так и иначе имеется в виду, что и то и другое мнение важно. Мазбир Раби Цадок Кухен Мэлюблит объясняет что Кухен Мэлюблит они могут быть царем, поскольку они могут потомки Аруна Вэлли Шэве под Мэнадал, которая была сестрой Нахшон. Нахшон был главой Князь, но главой. Аэна Си Шэве он был главой Колена Ягуды. Со стороны матери, я уже говорю от себя, Кухены все они потомки, на самом деле, со стороны матери Колена Ягуды, поэтому нет на самом деле запрета с точки зрения Раби Цадок излюбленно им царствовать. Клумар, есть ли кухоним шэйхут лишь вшелитом алуха мецад аннашим. Есть у них принадлежность к династии царствовать с женской стороны. Оменнам амалхут энн уверит в рушах этэл аннашим. Однако все же царство не переходит по женской линии, не наследует. Улам в кое зот есть шэйхут мецэйхут 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 Несмотря на это есть все-таки некоторая принадлежность определенная, на которую намекает писатель. Ихан мацану шэйхут ленашим мекушерет лирушат амалхан И где мы находим, что есть некоторая принадлежность со стороны женской стороны связанная с наследованием царства, Неймар Домишли сказано в книге притчи «Смагни мусоравиха мальтитош туратэмеха слушай сын мой традиции отца и не оставляй тур своей матери». Туратэмеха учение своей матери и наши молодцы комментируют это и говорят «цэйк несет исраэль», «зок несет исраэль». То есть туратэмеха учение матери это имеется в виду община Израиля и имеется в виду гайдну туратэмеха имеется в виду что это устная тара. То есть как мы понимаем если остановиться и не забывать тару своей матери имеется в виду необходимость передачи устной традиции. то ее будет передавать будем читать дальше. льфизээ ахэшмуна им рэшэээм льмлок коль одэхэм эно когда наблюдается опасность со стороны устной тары тогда приходит она может вернуться забвению я думаю не знаю какая опасность приходят кухээны и они ради нее воюют боевые ахэшмуна им рэшээм льмлок коль одэхэм эно бухдэм битова шибальпы и в соответствии с этим кухээны им разрешается царство царство хасманеев разрешило было царство до тех пор пока они не изменяют устной тари коль одэхэм эно нот шим этого им им пока они не оставляют то что называется таратэмэх то есть тару матери учение матери то есть именно имеется ввиду устная тара и действительно когда пало царство хасманеев когда кухэны превратились в саддукеев то есть они решили оставить устную тару в этом разнице между фарисеями потомками которых является современный иудаизм то есть последователями они были борьбами между фарисеями и саддукеев которые решили отвергнуть устную традицию то есть они саддукеев 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 то есть они перестали зашищая тарусная традициях афгар малькотам Они потеряли право на царство, и оно перешло к Риму. Есть положение, в котором необходимо Регуляции. Обычного порядка, скажем так. Например, порядка передачи царства. И в этой ситуации было дано особое, видимо, разрешение кухенам царями. Иногда временно это возможно. Это принцип, который стоит за свечами ханами. По словам комментатора, который называют по имени его книги, который объясняет про свет первого неотворения, когда сказано и сказал Бог будет свет и стал свет, «Шенигназ гануз бенурат ханака». Я сделала небольшое выступление. Там дальше комментарии к Беттию в первой главе. Раша говорит, что когда разделил свет, здесь есть намек на том, что свет этот перешит, он был спрятан. Увидел свет, что он хороший, спрятал его, как написано. Да, да, да. И тут он говорит, что где он был спрятан. Он объясняет, что он был спрятан в свечах ханаки. Каломар. Эти священники, они реализовали этот свет, который был спрятан для тех, кто будет преподавать устную туру. Этот свет как бы реализовался в устной таре. Так я понимаю, правильно? Он был спрятан для изучающих устную туру, как я понял. Ну, такой, да, меграш, да. Ну, наверное, да. Может быть. Или он содержался в этой устной таре, которую они реализовали, раскрыли. Потому что устная тара – это нечто динамическое, на самом деле. Она, как мне кажется, во всяком случае всего, что я изучала. Есть все время некоторое развитие устной тары, которое раскрывает таре письменное то, что необходимо для соответствующего времени. И это можно сказать, что это есть орган. Но сама цепочка мне самому как бы логически, честно говоря, по моей собственной тупости, она не очень понимает. Сначала араб сказал, что примеры из Мишны, из Перке Абот, Турат и Меха. Он сказал, что это равняется… Это не он. Это комментарий. Это комментарий. Кнессет Исраэль. Окей. Турат и Меха Кнессет Исраэль. Передай. Следующее равенство Кнессет Исраэль – это Тура Шебе Альбе. Это устная тара. Либо я могу до этого дойти, как бы, может быть, таким макаром, что если еврейство передается по матери, с каким-то образом мать надо сюда воткнуть, то еврейство передается по матери. Ну, он не говорит здесь про еврейство, которое передается по матери. Ну, а почему Кнессет Исраэль – это мать? Это так. На самом деле, может быть, где-то на каком-то уровне это и повлияло. Когда мудрецы говорят, трактуют Мишли и говорят «шмабь ми мусоровиха», в батюшках Турат и Меха. Зачем нужно и то, и другое? Слушай, это то, чему учат родители, короче говоря. Есть намек на два разных пласта тары. И поэтому они разделяют. Почему они именно устную тару пришпеливают к матери, а письменную к отцу, я не очень понимаю. Тем более, что женщины не занимались устной тарой, но как бы было не принято… Нет, это не совсем так. Устная тара – это нечто, как бы передающееся по традиции, с одной стороны, или как бы приспосабливающееся к нуждам сегодняшнего дня. Это, может быть, вполне ассоциировано с женщиной. Ты вот меня просто подтолкнул к этой мысли. Поскольку она как бы интуитивно знает или знает от мамы, как нужно наделять халу, как нужно проверять камусту, как делают, как не делают евреи. На самом деле, это не очевидно совершенно. Но это… В Талмуде… В Талмуде… В Талмуде… Я, как бы, продолжаю дальше лакшопу. В Талмуде – это… В Талмуде не связано. Рыбанит… Рыбанит Симонович. Рыбанит Симонович. Вот она. Раби Ишмаль сказал «Таха», а Рыбанит Симонович сказал «Таха». Ну, нет такого там. Нет, нет, нет. Талмуда – это мужское, конечно, произведение. Но, когда мы говорим о плечах и о толковании писания, то они позволяют себе такую свободу не потому, что в Талмуде там есть что-то от мужчины, а что-то от женщины. Но, на самом деле, есть какой-то женский аспект, скажем так. Не обязательно это связано с женщиной. Женская часть… Женский аспект связано с женщиной. Это хорошо. Да, да. Сувалет, например. Гвура – это женская часть. Ахазед – это мужское. Где мы так… В обычной жизни мы так и ассоциируем. В Кабале есть некоторые представления о мужской и женской линии. И это вовсе не всегда должно быть связано именно с женщиной. Их там, кстати, Абраам… Нам про Илишеву рассказывали. Нам про Илишеву рассказывали. Мы про Илишеву. Илишева – это Илишева. Это все гораздо более символически и метафорически, надо понимать, чем примитивно. Да, они по женской линии… По женской линии… Это немножко совсем… Это немножко не то. По женской линии – это потому что мы можем нарушить здесь ситуацию, потому что нам нужно отраживать. Ну, не знаю. Это откуда-то некое настроение. Потому что ты вытащишь одну карту – все развалится. А, окей. Это да. Я все время говорю, я за модель. Не будем рушить модель. Ну, хорошо. Мне кажется, здесь просто мужское начало – женское начало. Мужское – это письменное торо, женское – это устное. То есть письменное торо оплодотворяет устную. Она берет всю свою силу из письменной торо. И при этом устная – она изменчива, как женщина. И она порождает новый аллахот, новые хитреры. А, еще изменчива, как женщина. Ну, это вообще… Подвижно изменчива, да. Конечно, да. Окей, собака. Изменчива – это не очень хорошее слово. Изменяющая… Давай не будем на женщин переносить… Конечно, сердце красавицы склонно к измене. Мы это все слышали? Они всегда не изменяются. Но изменение… Речь идет не про еврейскую красавицу. Речь не про еврейскую красавицу. Изменение, изменение. Если посмотреть на физиологию, то изменение происходит в теле женщины. А, окей. То есть, рождение нового ребенка, оно происходит в теле женщины. Из-за этого сердце красавицы, оно склонно к изменею. Я все понял. Все правильно. Как луна. Она добавляет. Из-за природного цикла. Он ее туда и толкает. Ну, хорошо. Окей. Савава. Нас остался последний кусочек. Дочитаешь? Амилхама? Амилхама… Эфу гайта… Милхаме токуганим. А война была войной Коэн. Война – это не случайная вещь. Амилхама милхама лешевет леви. Милхама в дне хашманаим. Кварь неремезал биберхатошель Мошэ Рабэн. Эта война, которая… Война коленный леви. Война хашманаев. Касманеев. Уже была… На нее был намек в благословении Мошэ. Который он давал перед смертью всему Израилю. Он каждому колену давал отдельное благословение. Барэхад айхилов. В коль едав керцэ. Мехац мотнаем камал. Мишнатав… Мишнатав. Мишнатав… Мишнатав. 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 Мишнатав минникуман. Миша. Радославил Бог твои убойство. И действие твоих рук желанное… Миша. 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 Я вроде это читала… Рушит врагов. Простить чресло восстающих на тебя… Ну, типа рушит врагов. Да, да, да. чтобы они не стали. Мин Ютуман. Это книги дворей. Так объяснял и Райл Садегаон и Рашид этот стих. Окей. Все правильно. Господа и дамы, вот хорошо бы, что кто-нибудь тоже что-нибудь говорил, писал, обсуждал, вообще говоря, как-то... Ну, это так непростая конструкция. Я понимаю, но признаки жизни. Мне кажется, Андрей прекрасно объяснил, в общем-то, почему так разделили наши мадрецы эти устную и письменную тору. Идея такая, что, поскольку на Гаянах лежала функция поддержания или рождения, движения устной торы, в чрезвычайных обстоятельствах они могли, когда была опасность забыть, они могли взять на себя и функцию царства тоже. Но в тот момент, что они перестали придерживаться ее... Да-да, это красиво и как бы вполне совпадает вложиться на историческую действительность. Окей. Ну, хорошо. Мы идем дальше. Есть кто-то еще желающий читать? Ну, хорошо. Наруто молчит. Тогда я снова восстанавливаю нашу тройственную эстафету. Не цахона монотеизм, а именно победа монотеизма. Ну, хорошо. сделала большое действие а по освещению великому освещению светом в мире и как сказано в благословении опять речь идет про эту ставку оленя 7 за чудеса так по-русски переводится а себе и себе сделал ты великое имя и святое в своем мире дальше вопрос а дальше вопрос а если так сказано а где мы можем увидеть вот это вот процесс создания великого имени или большого имени святого в мире по следам ханукального чудо вот задан вопрос вот знак вопроса мы на него отвечаем дальше раф отвечает дальше и нам важно понять для этого что произошло если бы не случился это чудо вот это вот слово очень интересное хорошее очень помогающее по-моему по-русски в одно слово не сказать лу-ле правильно это наоборот если бы не вот эти вот длинные если раз бы два не три три слова в одном слове лу-ле это всегда отрицательно это а я думаю что вместе да вот действительно вместе лу-ло лу-ло получается лу-ло и такие это если бы а лу-ло это нет получается если бы не произошло дальше аймун 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 а монотеисты амнам айтам амшиха литкаем да действительно как бы монотеизм или монотеистическая вера продолжала бы действительно существовать да действительно в земле иуда иуды в александре и в вавилоне многочисленные общины евреи продолжали бы служить всевышним очень может быть что-то постепенно как бы было затухло то есть кончилось может быть и нет ну а теперь так припечатывает но в конечном смысле или резюмировали в итоге это в этом не было смысла почему я говорю почему каше рухма могли хошмана и когда было создано хошмана хошмана из к и царства а давара сорошим один было вот это событие произвело грандиозное 1 это слово грандиозно это не боль это больше большого один это что-то грандиозно грандиозное впечатление во всем мире из радость а дальше объясняется какой из амиут бы тох империя селевкид какой-то мелкая до горстка какая-то горстка в империи селевкидов огромной великой как бы появляется приходит и требует от имени своей веры независимость и кроме того еще воцаряет устанавливает во главе царства наверно царей и все это только из-за вот этой позиции уникальности веры подчеркивает что еврейской вере было некоторое никуда и это никуда это никуда ты худ и но все-таки по-видимому вот это вот понимаешь мне кажется нет но куда это это как бы тема или или причина до чего она установила основываясь на этой точке которая является вера в единство хорошо верить во что хотите эти верят может эти верят растут но я не знаю каждый верит во что попало они верят в единство хорошо верите в свое единство но они на основании этого решили потребовать установления государства что их вера требует установления отдельного государства для тех кто в это верит да это да это было грандиозно это было непонятно и это леумат как бы супротив объяснение вот то что было здесь берет с ю дабы александре что еврейские общины которые не связаны не объединены не требуют еврейского царства еврейских царей еврейской власти еврейской независимости и так дальше они могли бы продолжать и может быть кончились а может быть бы не но хосмане и была совсем другая история читаем дальше а это зуб рецадерах шесимна этхилаты паштут эмунат и худ было и это было прицадерах прицадерах это прорыв это был прорыв который символизировал собой начало распространения веры в единство имеется ввиду веры единства всевышнего во всем мире и монотеисты в наше время человечество является монотеистическим ам-нам бэш-па-атана-с-ру-тва-ислам которое произошло в соответствии в результате воздействия или влияния христианства и ислама а валя дай монотеизм бэруба мухлат а валя дай монотеизм бэруба мухлат это я не очень понял может стоит дальше прочитать но до сих пор или как бы до сих пор пока что этот монотеизм является в своем большинстве является абсолютным Абсолютным монотеизм не, что человечество является монотеистическим в своем большинстве молот Socaret к collapsed то есть человечество является монотеистским хотя и благодаря результате христианства и ислама, но все же большинстве монотеистическим является человечеством как это связана идея, просто я не очень понимаю строение фразы числа, даже на еврейском. Рома-мухлад это по большей части. Ну да, но идея... Да. Было сказано... Рома-мухлад это не просто большая часть. Влияние, под влиянием влияние христианства и ислама заключалось в том, что большинство человечества на сей день является монотеистическим. Правильно? Подавляюще большое, то я слово забыла. Рома-мухлад это подавляющий большинство. Христианство это не монотеизм. Они могут называть монотеистическим. Авраам, мы записали. Раф считает, что они монотеисты. Авраам, Раф считает, что мы монотеисты. Посмотрим, как он будет объяснять это дальше. Окей. Мы принимаем... Авраам, мы сейчас не будем разбирать ислам. Я идею понял. Просто я вам говорю, что Раф здесь он не ставит это как для обсуждения. Он просто говорит все на определенной категоричности. Ислам и христианство это монотеизм. Все. Есть вопросы, пишите рабу, шеф. Идем дальше. А все вот это, то есть все это движение за установление царства, власти и все, то есть за независимость, вся эта мелхама, она началась в виде небольшой, как бы, горских людей в небольшом деревне рядом с Иерусалимом. Вот люди, которые в Иерусалим приезжают, ездят, например, из Иерусалима в Тель-Авив, есть криш Миспарыхат, есть дорога номер один, а есть криш Арбарбашалош, 4-4-3, в котором я тоже, ваш покорный слуга и другие тоже присутствующие. Очень часто ездят. Мы все проезжаем через Мудин, вот тот самый Мудин. Окей? Шилой с кима леашлим им аруха ганит. Вот это вот кфар, деревня, да? Они не согласились или не смирились, не смирились правильно. Вот с этим духом эллинизма. Лахен шиан умрим бэлэха аситэшэм кадошмагадоль бэламха. И поэтому, когда мы говорим и себе ты, ты с большой буквы, сделал имя великое и святое в своем мире, каванато в смысле этого утверждения выражения лэдабэр лэдавар мэотмашмутти речь идет о чрезвычайно важном вещи, понимании, явлении. Монотеизм не цех бэханук Монотеизм как там победу, не осуществил победу, победил в хану. Победил. Там еще и что-то такое. Да, победил в хану. Азэхэла итпаштут ахут. Итпаштуто ахутся. И после этого началось распространение его, в смысле, монотеизма наружу. В смысле? Дальше. Окей? Вэкэзахур и как известно или как помнится, итпаштут глишатак душа, прицатак гвулот, элээн, тхунутэа, мувакот, шэль, акеуна, бэамы сраэх. И, как помнится, а имеется в виду, дорогие читатели, вы, наверное, помните, то, что мы обсуждали до сегодняшнего момента, а мы говорили, что центральный момент в том, что мы изучаем до сих пор в этой статье про ханнуку, да? Распространение, изливание святости, прорывы границ, это все является характерным. Да, наверное, характерным. Мувак это характерно, это очевидно, выпуклый, выпуклый, характерные, выпуклые свойства кеуны, священничества народа Израиля. О, что дальше? А, окей. Ну, тогда я думаю, честно говоря, может быть, мы на этом закончим, потому что осталось практически немного времени до следующего урока, а тут сейчас начинается следующая статья, тоже посвященная ханнуке, которая просто как бы промо, которая называется ханука хирутвы о. Ханука, наверное, двоеточие, свобода и свет. Окей? Останавливаю демонстрацию. Сейчас самое время. Я, наверное, обидел Аврааму, он убежал. Нет Авраама здесь. Какое счастье. Я увидел, что народ, кто-то, кто-то слинял группу, говорят, я думал, что это соответствие в результате маленьких своих наездов. Ну, хорошо. Я смотрела, был 13, а сейчас 14. Ты такие слова говоришь, ну, просто прям я никогда не уйду от тебя. А! Звучит угрожающе. Я постараюсь вратить вам отстарай. Ты на меня обиделся, ну, честно. Нет, нет, все хорошо, я, честно говоря, так, меня обуревают всякие сомнения по поводу этого утверждения, но, без этого кому. Окей. Ну, смотри, просто, на самом деле, он, конечно, прав. Потому что христианство... Кто он? Авраам? Авраам прав? Авраам прав. Христианство, конечно, большинством еврейских мадрецов считается допоклонством не чистым и не теизмом. Но, тем не менее, это прорыв. Нельзя сказать, что это прорыв в сторону и теизма однозначно. Поэтому я не думаю, что здесь есть такой противоречий. Конечно, если говорить о том, что было, ну, люди поклонялись солнцу, конечно же, это прорыв и христианство... Нет проблем. Жалко, что в него вошло очень много язычества. Это другой вопрос. На самом деле, у нас тоже есть кое-что. Нехама, не будем сейчас христианство и ислам. Но у нас нет времени за это. Я хочу сказать, элементы язычества всегда остаются. Мы над этим работаем. Даже в слове монотеизм есть уже элемент язычества. Мы согласны. Даже Нехама, даже Нехама, который у нас представляет к Несту Исраэль в виде говорящей женщины тут на экране. Даже она самая сознательная субь. Говорящая женщина. Нет, я забросил затравку, чтобы просто подумать. Мы ее съели, мы даже проглотили ее. Окей. Так, слово монотеизм может иметь элементы язычества. Более того, оно греческого происхождения. О, молодец, вот это правильно. Ну, вот сейчас ты молодец. Господа, давайте обратим внимание на один момент. Давайте вернемся к Рауши. Мне кажется, вот этот центральный момент, он очень интересный и потрясающий, который, например, мне все-таки в течение скольких-то лет, зажигающих инукальные свечи, он как бы не пристарался в такой ясности, а вот здесь вот эта вот идея о том, что ташмонаин, они как бы потребовали для исполнения или осуществления монотеизма не религиозную автономность, которую греки, селевкиды, они наверняка им бы дали, как они давали другим, как я понимаю по истории. У них не было проблем, что наряду как бы с их главным идолом будет стоять еще что-то другое, представляющее автономный импульс, аборигенский. Нет проблем, ребят, должна быть иерархия. А вот то, что потребовали, то, что потребовали независимости, вот это потрясающе. Как они до этого доперли, я не знаю, но вот это потрясающе. Ну вот, не знаю, если у кого-то есть соображения, мне кажется, это очень интересный момент. И то, что вот здесь связь вот это кеуна, священничество с молхутом, с царством, с независимостью, да, и это опять же как бы перекликается с современным Израилем, да, вот это вот, и это все, это все опять раз в конце, что мы видим, видим, что это все как бы нанизывается на распространение, на вот это вот свойство священничества, мувекер, выпуклое, очевидное, явное, характерное, о распространении священничества ахутцы. Да, вот это, это, в общем, есть размышления. Окей? Кто-то что-то хочет добавить, сказать, высказаться? У меня есть вопрос. Раз они стали уже как бы выдвинулись вперед, да, то это было, ну, для царства, да, для иудейского царства, это было падение, то, что к ним стали царями, так сказать, они стали входить в это. Или наоборот, это наоборот хорошо. Нет, это была временная защита устной торы, да, насколько мы прочитали, что устную тору нужно было защитить, и поэтому вышли к ним, взяли власть и защитили ее на какое-то время. Так я понял. я бы сказала, что это падение было, или это хорошо, или, знаете, это было хорошо, или наоборот, или это не было. В результате это не так хорошо казалось, как казалось в начале. В общем-то, да, да. Но в начале это было позитивно, а потом, знаете, как это сказал, Черномырдин, а телекакус. Ну, да. Но потом все съехало, да, потом все, к сожалению, съехало. Да. Но вот это вот тоже большой вопрос тоже, и, по-моему, это Афшерки где-то задавал, когда-то тоже. Интересно, что таким образом Ханука, праздник, который не из Торы, он прочно вошел в традиции. Более того, мы сейчас изучаем, насколько он как бы грандиозно важен, несмотря на то, что он даже как праздник Пури, мне опыт не упоминается в Танахе. С одной стороны. А с другой стороны, как бы вся история ханукальная кончается, как бы, в конце концов, поражением. Хасмонейское царство кончилось очень плохо. Правильно? И даже несмотря на это, оно все-таки осталось традицией. И я себе отвечаю, что, по-видимому, ответ такой, что, наверное, в праздновании Хануки заложен какой-то аспект, который выше того исторического конца, чем это кончилось, у него есть какой-то аспект, который, по-видимому, очень важен для всех поколений. И как бы я продолжаю... Да, конечно. Да, продолжаю. Есть место в Торе, книги Бамидбар 10.10. Там как раз написано, вот это как раз и может связывать именно это хануку, да, с этим местом. Там, где, говорится, в дни вашей Росходыши, в дни побед ваших, и так далее. То есть, вот это место, оно можно подтвердить именно Тора, именно этим местом. Бамидбар 10.10. Окей. Бамидбар 10.10. Ну, да. Натрубление, хатшатру, празднование и так далее. Конечно, основания есть. Больше что? Есть намеки и в Танахина на какие-то, так сказать, эти дни. Ну, там. Окей. Ну, хорошо. Мы приближаемся к следующему уроку. Да. Слиха. 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 Скажи, скажи, скажи. Есть еще пару минут. Вполне есть. Слиха. Что, на самом деле, эти дни, это были дни освещения второго храма в свое время. Из книги Захария там как бы слиха. Но, как бы, это не случайная дата. Окей. Замечательно. Давайте на этом, если можно, закруглимся. Большое спасибо всем присутствующим. Единственное пожелание, огромное совершенно. Я, например, очень рад, что у нас этот урок, который возник просто вот из ничего совершенно. Вот. Буквально приписываю себе из моего субботних чтения Рава Шеркина у меня тут в гении вообще было. Я просто каждый раз его читаю в субботу. Вот. Вышло такое потрясающее занятие. И у нас даже, в общем, большое количество людей, участников, обязательно участвуйте. Вы не представляете, насколько важно тем, кто читает, участвует, говорит, насколько важно участие других. Это просто кислород. Временный вопрос вы же не дали. Вот сейчас у нас время на вопросы как раз было. Он сказал, минута осталась и все. Капкан. Есть ли это вопрос? У нас действительно буквально есть четыре минуты. Ну ладно, следующий раз. Нет, я слушаю. Нет, давайте слушайте в любом случае. У меня их два. Первое, Ханука ассоциировалась у меня не только с чудом масла, но и с победой. и я так издревле 30 лет назад воспитан описание хана Киполонским Пинхасом. И там он говорит, что это, в общем-то, традиция от первого человека шла, что вот когда равноденствие, самая темная ночь закончилась, он увидел, что светло, что Бог не ругает, не уничтожает его, а выдвинул свет и в честь этого зажег. И что в первом храме было? Это вот первое. И Раф Ширке как-то совершенно это ушел. Второе. Это метражка нука. Это метражка нука и это сложно, потому что там Полонский он не то читал, что в Талмуде написано, а там сложная субья, сложный отрывок, который рассказывает о том, что сначала это было позитивно, когда это сделал первый человек, а потом язычники это превратили в негативный праздник, они сделали из него, дополнили другого негативным смыслом. Поэтому это непростая штука, это нельзя так упрощать. Не простая, но мы ему также можем говорить о христианстве, мы сделали монастеизм, а они что-то добавили. Ну, всегда так есть. Медражка, ну как? Это действительно разбирается, что есть основания, начиная с творения мира, пацанки. победа и была их победа оказалась, потому что все, что можно было, мы профукали, так же, как в первом храме, так же и во втором. И вот заслуга, как раз по моим представлениям, маккабиим, что даже в этих условиях они сумели поднять народ, то есть материнской линии, то есть то, в чем воспитано, всосано с молоком матери евреев, то и поднялось. Поэтому женский путь, они там нечил философски. Устная тарай, здесь понятно, что имеется в виду. Так как ты воспитываешь ребенка, так он и живет. Он воспитывает его мать первые, по крайней мере, года три. И как она его воспитает евреем? Он и будет евреем со всеми традициями. Александр, я тихо извиняюсь. Я тихо извиняюсь. У меня нет вопросов, извините. Не, не, просто мы как бы даже чуть-чуть пораньше задавать вопросы. Хорошо? Ну, все замечательно. Мы очень были рады слышать вас голос. Пожалуйста, господи и дамы, в следующий раз. В следующий раз немножко раньше закончим. Окей. Ну, хорошо. Шавуату. Продолжаем дальше. Всем хорошо. Спасибо за участие и пока. Те, кто хочет принять участие в следующие разы читать, может поучаствовать в следующем за этим уроком уроком иврита и обогатить свои знания в святом языке. Окей. Всем счастливо и пока.